Всем привет, дорогие друзья! В общем, водительское удостоверение, как получить после лишения. Естественно, нужно сдать, пройти комиссию. Также от С, как у меня БЦ-категория, нельзя от нее отказаться, потому что нужно также сдавать теорию на С. Если были они в наличии, как мне объяснили, ГИБДД в Москве, тогда я мог отказаться. А если лишен БЦ-категории, нужно также на Б и С сдавать категорию. А также, если сейчас по-новому учить, естественно, в категории, тогда нужно учить, считать, что 40 билетов, это подавать вопросов, 1800 вопросов. И также в С, Д учатся категории, также в экзаменационных они будут подать, сейчас в С, Д учатся, читать, что В, С, Д автобусные тоже нужно учить. И это тоже не как наши 1200 вопросов БЦ, а сейчас также 1600, только с категорией БЦД получается. Вот, и также буду сдавать теорию Москвы. Также 23-го, заранее я тут записался, и мне через 2 недели тут нужно ехать сдавать теорию. Вот, в общем, такие дела, дорогие друзья. И также хочу добавить, что, как с 1 апреля законы изменились, как об этом нашумевшие все говорят, и, в общем, оказывается, в данный момент не нужно. Это только для школьников, три раза вести не сдал, пересдача через полгода. Для лишенных средств можно сдавать сколько угодно, без ограничений. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Это реально сказано, ГИБДД в Москве. В общем, и также, кто лишен в каком-то городе по истечении срока, не сдал административку, не направил в свой город. Так же будет, где лишен, где проходил суд, как в Москве, как у меня. И нужно ездить, постоянно сдавать теорию Москвы. В общем, когда срок, по истечении срока, нужно было бы отдавать по административу. Потом поздно уже нельзя. Все, в общем, давайте я так, кратце, все с бухты барахта собрал. Не забудьте подписаться. Всем пока, Баре.